Друг друга понимают. Они являются образцом семейного счастья. Давида оставил после себя не только добрые дела, не только доброе имя, но и прекрасных счастливых детей. Пятер, сновень и одну дочь. Давид был большим мастером, обувщиком, могильщиком. Я когда по телефону говорил Михаил Заул, его родственник, я не знаю, кем он работал. Он говорит, что Захарович, это был обувщик, могильер высшего класса. Он был художник. Люди мечтали, чтобы он был уникальщиком. И действительно, когда он здесь выступал в нашей Рафае, он гордый отчаяния, когда он говорил мало, он гордый смачно. И человек хотел, чтобы он еще раз говорил. О Давиде можно говорить очень мало. И у старшего брат Рахматова Саматана тоже был обувщиком. Он был очень интересный человек, который пользуется большим авторитетом. Его брат Юхас, много земли для бухарской еврейской общины Саматана. Он обеспечивал бухарские еврейские общины улицами, курами, занавесвечиванием многими-многими дефицитными товарами. И вот здесь его брат, сынок Бурхай. Бурхай работает в ресторане Шагляна. Сегодня я хочу сказать. Дорогая Тамара, вам тяжело. Тяжело, вы дети. Но я обращаюсь к садовому. Напомните, если вы хотите, чтобы орло, то будь спокоен. Уделите матери бескратным вниманием. Потому что ей тяжелее. Потому что она в течение более половины, руку на руку не шли. Утром, ковид оттел глаза вновь ее. Вечером, по-моему, ночи дорогие. И вот этого нет. Впереди тяжелые в земле дочери. И ночи летят сижу. Об этом никогда не забудьте. Помните, обожите ее вниманием.